начинаем запись начинаем запись еще пойдет отсчет последний файл слушай артем с день добрый добрый день я слышал что тебя на прошлой неделе сделка это очень сильно волнует рынок большая сделка большая сделка как вот один специалист финама выпивший когда был говорит ты знаешь у меня супруг мажоритарный акционер алроса ну как интересно дальше пошли интересные вещи как он шел по арбату увидел салон где дорогущие машины какие-то осен мартин и слава богу был пьян пьяный был ночь и салон был закрыт а то бы он купил осен марс и а человек работает менеджером клиентским финам на 70 тысяч рублей раз рассказывает мне про такие вещи интересные вот и шутка но это правда давай расскажи по свою сделку ну опять же еще раз она не такая крупная не стал мажоритарным акционером просто денежный поток дал возможность еще немного прикупить акций на самом деле просто докупил новотека опять же кто смотрит график он падал последнее время так что его докупил при падении в целом компания хорошие для изучения потому что спг поставляет в том числе до сих пор есть контракт поставок спг в европу они долгосрочные поэтому все эти колебания там титер и газы не особо не влияют есть контракты в азию есть будущие контракты все разбивается проблема решаются то есть тут новостной поток большой можно держать руку на пульсе и смотреть целом компания много лет всеми аналитиками рекомендуется к покупке я тут ничего нового наверно не скажу главный и плюс для меня что они действительно это как бы я эволюционировал до этого подхода что надо не просто покупать компанию которая растет или падает выручка а компанию который растет ее источник дохода на то есть новотека это добыча газа и конвертация спг и продажа да они постоянно вводят новые мощности вот это мне нравится просто например купить ту же распадскую тут же тот же мечел которые но не могут два раза больше угля добыть мне не очень нравится хотя и мечела распадская по моему мне и были из портфеля но их рост выручки обеспечен тем что колебание курса валют экспорт угля в китай и что там еще и дорогой уголь да то есть завтра угли будет дешевый их выручка упадет да то есть но не смогут они постоянно наращивать выручку под за счет как бы добычи больше и больше угли понятно у меня терминал тинькова и там можно делать пометки на графике я сейчас вот сделал пометочку купил новотек по совету твоему совету вот потом суд на меня подашь скажешь индивидуальные инвестиционные рекомендации но между прочим просто интересно вот некоторые вот акции мне вообще нафиг не нужны вот но я их держу в количестве минимальным чтобы просто отслеживать ситуацию на рынке вдруг начнется какой-то бурный рост втб а у меня все на одном терминале там на одну копейку втб я сразу как-то что-то происходит надо посмотреть новости так что это полезно какие-то на какой-то копейке держать полезно что касательно втб а почему нет нет но правда я на это свои деньги новые не поставлю но поскольку у меня уже втб в портфеле я причина почему он был мог вырасти активно ищу чтобы так сказать он вышел в плюс у меня в портфеле надо чтобы что-то случилось что там может случиться отчетность по имского за двадцать какой-то второй год в которой отразятся все сделки которые они делали то есть слияние с рынка б покупка открытия и там прочие истории каким образом они спасали свой капитал вот и да там тоже может быть списание каких-нибудь иностранных дочек и так далее с другой стороны как раз втб в китае была дочка еще до того как стало мейнстримом поэтому однозначно сказать что он только потерял и нигде не заработал на всех этих кризис я не могу хотя очевидно что если бы он не потерял то не понадобилось его сливать не с рнкб не делать сделки с банком открытия то есть явно там проблемы есть вырасти он может за счет того что рынок увидит что проблемы не такие плохие как это рисуется в нашей голове а наш главе рисуется убыток который втб будет следующие пять лет отрабатывать не платя дивиденды а тогда зачем его вообще брать да то есть вот такая история поэтому я не вижу причин спекулянтом сейчас втб покупать да потому что это все можно там застрять инвесторам тоже не вижу причин покупать но раз уж я уже втб то причина почему она может вырасти у меня вот краткосрочно вырасти у меня есть я сразу скажу чтобы за мной люди не шли что у меня и смотрю доля 0 5 процентов втб я просто того чтобы просто смотреть как все дергается и минус там нету пока может быть за тобой обсуждали что у меня тоже там целевая чтобы там в это бы было ну в десять раз меньше чем сбербанк в портфеле идеи втб есть но это не значит что там какие-то крупные суммы будет да ну вот я посмотрю когда начнется такая хорошая покупка там до несколько дней закрытия по самому максимуму на объемах может быть чего-нибудь присоединяюсь к этому движуха так что-то неинтересно мне пока втб ну посмотрите интересно почему нет смотрите очень интересно так ты согласен сейчас что надо покупать юань они акции нет не согласен почему почему эти тезисы друг другу не противоречит да то есть надо покупать и юань и акции и еще облигации почему потому что портфель должен быть настроен на все варианты развития событий ну если мы все-таки предполагаем что мы не можем достоверно знать будущее в любом классе активов отдельно мы можем потерять в любой момент то есть завтра мир акции выросли в два раза соответственно золото там например упало потому что снились геополитические риски рубль укрепился да то есть если мы купили золото или юань очевидно мы краткосрочно точно потеряем если мы купили только акции а завтра мы не поделим что-то с грузией да то мы его акции потеряем а золото и этот господи юань вырастут да но самое то страшное для меня как для такого долгосрочного инвестора это когда ничего не происходит годами то есть как бы все не настолько хорошо чтоб акции росли все не настолько плохо чтобы золото и юань рос до такое болото как когда ничего не происходит и ты просто сидишь в инвестированных деньгах которые тебе ничего не приносит до чтобы этого не было у меня достаточно существенная часть активов именно в том что приносит регулярный доход вот то есть для инвесторов на фондовом рынке это разумеется облигация поэтому вот без трех видов активов и все время будете без денег либо ну потому что либо вы будете пытаться скакать между классами активов это вообще утопия вот либо вы будете как бы в одном классе и там например полтора года в убытках либо в золоте полтора года в убытках либо в акциях и так далее согласен только единственно когда мы размазываем по бутерброду масло это уменьшает доходность да но я думаю и ты знаешь людей и я знаю очень много людей которые в попытке сделать максимум доходности все теряли да и я даже но не готов людям говорить что вот фондовый рынок исторически самый доходный немедленно все туда или там опять же в россии кстати не так за последние 10 лет самое доходное было золото в рублях а самое но не менее было это волатильное это там портфель из облигаций да если завтра фондовый рынок вырастет в два раза он станет самым доходным да то есть как бы у каждого фанат своего класса активов есть аргумент почему он лучше но на практике если ты выбрал один класс активов и пытаешься еще максимализировать прибыль то есть ты диверсификацию жажда 3 3 топовых идей ты в них настолько уверен что берешь плечи и одно неверное движение и ты без денег как быстро это случится зависит от твоего везения это может там 10 лет продолжаться твои доходы а потом за один день все разгореть вот а может это случится прямо на следующий день и тебе вообще не поэтому один класс активов он максимизирует прибыль но при этом как бы хапаешь полные риски и все теряешь да смотри сейчас перед тем что будут такие ограничения феврале нефтянка к ней относится осторожно и вот смотрю парус нефть был прогноз о том что пойдет закрывать разрыв а вот ни хрена при первом то сказать возможном случае продают именно руснефть смотри там есть интересная дискуссия пока в основном на профессиональном уровне но как бы изменения неизбежны а эти изменения сми точно будет трактовать негативно суть какая ндп и которые берутся нефтяников привязана к ценам на российскую нефть юрлс в европе да и бельгину как бы источником информации по этой цене является иностранное агентство это прямо налоговом кодексе записано что вот какую цену дает аргус вот по ней мы ориентируемся понятно почему это было сделано при переходе на эту модель налогообложения нефтяников потому что они тогда были очень как бы влиятельны и доверять их ценам было просто нельзя поэтому было международное агентство которое как бы достоверно цену считала сейчас все поменялось то есть во первых юрлс продается все меньше и меньше в европу само международное агентство в общем-то тоже обладает не все информации по тому как происходят сделки потому что часть идет в обход санкции и не транслируется в официальные источники и в итоге у нефтяников какая история что по идее будет изменение налогообложения то есть от чего считается ндп и но заранее могу сказать что можно как бы далеко не ходить но будет сторону того что ндп и вырастет во всяком случае так это будет трактовать через год-полтора окажется что в той формуле какая-то ошибка и наоборот нефтяники платят за раза меньше чем по старой формуле как это обычно было но у нефтяников будет какое-то время просадки к чему могут прийти но вариант номер один привяжется но например сейчас рост нефть в основном гонит нефть через войск в китай там свой сорт нефти не юров он продается дороже могут привязаться к нему и тогда все не те нефтяники кроме роснефти окажется под ударом потому что у них больше забирают налогов могут привязаться к каким-нибудь ценам но например на бирже с пбм тсб товарно-сырьевые я думаю фас активно это будет лоббировать поскольку они эту биржу делали чуть ли не 10 лет но какой в этом толк если это как бы внутренние цены да там не покупают импортеры на экспортеры нашей нефти покупатели иностранной нефти там не покупают а поэтому будет долгая дискуссия которая будет негативно влиять на нефтяников поэтому опять же немедленно закупаемся лукойлом и роснефтью потому что они самые дешевые и платили дивиденды идея спорная потому что новостной поток может нам эту идею испортить долгосрочная держу роснефть но опять же это вопрос уже окупилась ли моя покупка дивидендами до или скорее до какого уровня роснефть должна упасть чтобы я вышел в минус вот свои покупки минус ну да ну там условно понимаешь если газ если ты купил газпром по 200 рублей и газпром заплатил дивидендов 50 рублей да и за прошлые года еще там 20 он должен упасть там ниже стать сколько там 130 чтобы ты вышел в чистый минус это тоже но некая логика да то есть как быстро у тебя активы выходят плюс и начинают просто приносить чистый денежный поток можно мыслить по-другому да что вот сейчас конкретно цена ниже там мои средние покупки значит все плохо но это не совсем корректно понятно так жена у тебя приехала насчет видео канала он реанимировался нет пока у меня жена не приехала на все еще родители но я подумаю как записать может быть на свой канал что-то такой что-то что нового что нового у тебя на каналах как ребята канал очень интересны подписывайтесь ссылочка в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал что нового я стараюсь туда такие больше более философски писать мысли в целом по рынку ловить некий противоречий журналистов что у них всегда все плохо вот последний пост который лично мне понравился его сам что журналистам всегда все плохо нефть растет плохо нефть падает плохо доллар растет плохо доллар падает плохо золото то есть все время такая история из-за того что на негативные заголовки люди чаще кликают что чтобы не происходило россии всегда как бы это трактуется негативно и ты живешь в этом информационном потоке в котором всегда ужас в россии все-таки что я хочу сказать то был непростой год всем сочувствую с точки зрения инвестора ты смотришь на новостной поток что все плохо открываешь отчетности имитентов да у меня там опять же на телеграм-канале например разбор сбербанка да и видишь что сбербанк уже вышел из кризиса то есть да у него были потери были потери существенные то есть на уровне всей годовой прибыли за 21 год да и они эти потери отработали и в общем то даже могут быть новые потери да но они уже операционно зарабатывают то есть там могут быть некие бумажные списания еще что-то на операционные деньги зарабатывают это большой плюс банкиры в целом это первая отрасль которая как бы быстрее всех заходит в кризис и первые из него выходят поэтому если вы смотрите на банкиров и видите что они все дружно вылезают из кризиса это хороший сигнал к тому что сейчас другие имитенты уже из реального сектора экономики начнут постепенно выходить из кризиса поэтому тут есть над чем думать и нельзя вестись на негативный новостной поток да не ведемся на я кстати не буду поговорить с тобой про сбербанк потому что подумаю что сбербанк нас купил на прошлый раз обсуждали сбербанк что что-то что происходит скажет в верников рекламировал приложение сбербанк джаз теперь он рекламирует акции сбербанка нафиг нужно все мне тоже говорят что меня сбербанк купил во первых это последняя отчетность крупного эмитента которая опубликована да что нам еще обсуждать да для чего вы нас смотрите если мы не будем разбирать или читайте да если мы не будем разбирать отчетность сбербанка актуально как только выйдет отчетность роснефти обязательно поговорим про неё да и все крупные имитенты мы их да мы сейчас обсуждаем актуальные новости но мне кажется очень актуально новое что компании металлурги хотят договориться с фас чтобы снять дело металлургов вообще насколько интересно я очень редко говорю металлургов что это не интересной темой но люди спрашивают опять же я вот это замечаю уже много лет делюсь тут но все время новые люди приходят и приходится заново если ваша торговая стратегия заключается в том что купи то что упала она обязательно вырастет что чтобы понять почему не растет надо спрашивать у всех аналитиков что вы думаете по поводу металлургов до или там по поводу любой акции которая долго падает до начинается всплеск вопросов что вы думаете да то есть по сути есть некая идея что можно купить что-то сильно упавшая и вот мне сейчас расскажет почему она вырастет и она вырастет к сожалению на практике все работает не так да то есть есть объективные причины почему металлурги упали кстати в каком смысле инвесторы даже были спасены потому что государство наше на них наезжала в двадцать первом году говорили что металлурги всех в сверхприбылих мы все отнимем да и часть инвесторов просто выскочила из этого сектора сейчас уже не практически сверхприбыли не говорится говорится о том что как бы производство стали но это я говорю да можете перепроверить производство стали упала гораздо меньше чем ожидалось то есть там же в самом начале была такая история что две трети производимые стали в рф идут на экспорт экспорт куда но европу разумеется и западные страны соответственно у них должен обвалиться добычей продажи стали там на словом говоря на две трети вот оказалось нет то есть добыча и продажи обвалились на 20 процентов то есть на одну пятую две трети одна пятая может быть там звучит как-то похоже для кого-то но это большая разница второе говорилось весь год что у металлургов нерентабельная цена потому что доллар по 60 доллар уже не по 60 вот юань тоже не по 60 вот судя потому что у нас тут объявилась недостатки они в экономике и даже государству и они будут продавать явно так сказать юаневые расчеты активно пошли и у металлургов этот год будет восстановить и моя идея в силе что этот восстановительный год приведет к восстановлению их акций кстати выступал знаешь кто руководитель автоваза не помню фамилию они меняются все там не так все сладенько там по моему на 30 процентов но там очень будет рост производства автомобилей там есть оплёна тормоза вот вот чтобы невозможно быстро восстановить вот это все отрасль тут 22 момент есть во первых производства автомобилей автовазом но реально что там очень очень мало автомобиль производился она была в середине 22 года с того момента стала постепенно и восстановление производства цены на автоваз я еще раз зашел к ним на сайт но на мой вкус они конечно не дешевые хотелось бы там видеть минимальную цену на 500 тысяч рублей там минимальная вот самый дешевый что нашел по моим 750 с другой стороны инфляция достаточно высокая было да то есть как-то оправдать эту цену можно но в целом автоваз аэрофлот это пока истории государственного характера то есть они будут производить летать объединенная восстановительная корпорация будет производить самолеты автоваз будет производить автомобиль и но это не значит что это какая-то история для там акционер автоваз потребители металлов очень большой вот я поэтому поэтому и и подвел себя к автовазу подвел ммк ты не только автовазу поставлял да есть еще была куча иностранных компаний которые сделали делали здесь сборку была постепенна локализация то есть это восстановление на несколько лет так что в целом внутреннее потребление металлов металлургу будет восстанавливаться процесс не быстрый и во вторых внутреннее потребление металлов сверх доходы металлургам точно не обеспечить поскольку нет экспортной составляющей поэтому еще раз если коротко то что я покупаю металлургов это не значит что вам надо их покупать потому что те сверхприбыли которые у них были до санкции до 2022 года могут никогда не вернуться поэтому будьте осторожны да кстати вот о сложностях нашей экономики перестроить перед перед на новые рельсы вот вышла информация от инсайдеров что на автовазе только две виды краски осталось они красят него travel в темно-синий цвет такой темно-темно-синий новый цвет а не помню как называется по науке и вот классик него в черный и все больше цветов у них уже не осталось хорошая новость какая импорт в декабре импорт в рф восстановился до декабря 21 года то есть импорт вернулся до санкционным показателем это значит что краска в автоваз пошла ну это условно автоваз условно краска да то есть в принципе дело наладилось и если говорить о том что автоваз производитель супер дешевых автомобилей там вообще должен быть один цвет все как генри форд завещание черный я бы вообще предложил серебристый то есть берем кузов покрываем лаком и отправляем вот цветная краска только для красоты так что покроем лаком вообще без краски обойдемся инновация нет но там разумеется высокие технологии машину собрать не так просто как я рассуждаю краска для автомобилей разумеется придет придет она из китая москвичи обещают опять же запустить это уже проект правительства москвы тоже с китайскими партнерами иранские производители автомобиля идут то есть а кстати тойота возобновила поставку запчастей в россию секундочку не всех запчастей только части которые падают под санкции а часть идет по параллельному импорту не все так просто а если как-то в россию все приходит производители которые типа suzuki там да вот они вот ничего так не говорили по тихому они продолжают продавать правда может быть модели идут из индии там ну неважно откуда они идут это не волнует они по тихому продолжают работать ну невозможно вырезать одну шестую часть суши из как бы из импорта из экспорта из логистики да то есть наконец-то зазвучали слова что оказывается неудобно летать по миру в обход россии до пока эти истории носят какой-то популистский характер что давайте не платить россии пролетные деньги аэрофлот почему-то рос на эти новости но понятно что все кто реально хочет летать экономно и с прибылью они будут летать через россию потому что облетает и делаешь просто не конкурентные тарифы если будет все как будет это да но если будет какое-то оккупационное правительство который будет регулировать тарифы то будет бесплатно все делать я думаю будет оккупационное правительство в изгнании слушай вот еще раз ты начали мы с тобой говорить помнишь про втб и новотеку первым а чай про новотек сейчас у меня график новотека есть да которые в принципе снижается у него было тысяч 1100 сейчас уже тысяча девять и восемь ты считаешь какой я просто хочу вернуться к новотеку потому что немножко вот я купила одну штуку но это мало побольше прикупить по твою ответственность же не под моим так вот скажи пожалуйста там какой потенциал росту новотека фундаментальный смотри у новотека долгосрочный потенциал роста он до 2030 года куча контрактов и так далее и там простите средний годовая доходность может выйти там на 20 процентов в год но легче от этого не будет тем кто сейчас пойдет его купит потому что но абсолютно точно будет годовым сфок где тоже зафиксирует какие-нибудь потери потом опять же это почему-то не помешает заплатить дивиденды потому что потери были бумажные потом у тебя будет новости что какая-нибудь компания-производитель чего-то для спг полностью разорвала взаимоотношения с новотеком все опять упадет потом окажется что прежде чем разорвать эти взаимоотношения она продала технологию русатом и русатом уже все произвел уже представляется вырастет то есть как бы долгосрочные таргет по новотеку не имеют большого смысла если вы не готовы его долго держать не долго держать вот допустим я понимаю что там 1000 поддержка что может пробить поддержку вынести всех по стопам хорошо тогда на следующий год есть какой-то таргет на следующий год на самом деле вот на следующий год я тебе таргет не назову потому что все что сейчас назову это такая история знаешь уже скоро годовой отчет на котором я все пересчитаю вот а сейчас я тебе рассказываю историю из как бы годового отчета за двадцать первый год находясь в январе 20 годового отчета за 21 год до находясь января 23 а тут даже вот эти все коэффициенты п на е п на б п на с да как они могут работать в январе у компании у которых последняя отчетность за 21 год согласен я согласен надо высчитывать форвардные коэффициенты если вообще в этом не разбираетесь ну опять же я может быть получше разбираюсь но я консервативно что делаю я просто минимум закладываю что чистая прибыль в два раза болится да то есть если там где-то я вижу п на е полтора значит это минимум п на е 3 там где п на е 3 на самом деле это п на е 6 да это то что я закладываю у всех компаний на нашем рынке на 22 год да потом я уже прогнозирую а что будет в двадцать третьем в текущем году то есть получится ли разворот показателей да и если он получится то будет уже история что п на е 23 реально полтора и тогда я зарабатываю но это же какая в чем здесь ошибка в том что человек который купил пока в центре на е полтора двадцать первого года все продаст на плохой чистой прибыли за 22 и он не дождется хорошей чистой прибыли за двадцать третий год то есть ну и что что у вас дешевый коэффициент если вы не готовы подождать я согласен мы готовы ждать чистой прибыли будет история неожиданного т.к. плохая чистая прибыль за двадцать второй год артем говорю хорошей компании вот нет я то мыслью двадцать третьем году двадцать четвертом я всегда в будущем нет хорошо мы как раз сейчас идет к какая-то коррекция пошла пока небольшая и будущем должны достроить по моему там очередная линия спг должна в этом году достроиться должна была достроиться 22 и перенесли на 23 она достроится пойдут отгрузки увеличится выручку увеличить чистая прибыль увеличится дивиденды мы с тобой все равно выиграли потому что в кете скажу почему 30 октября была конференция смарт-лаба там каждый второй хвалил новотек с тех пор новотек виделся на 7 процентов по графику так что мы с тобой все равно будем на коне сейчас мы по-любому чё там плохого то мы на 7 процентов на 7 процентов купят чё там это сама нет я никого не затягиваю просто до было до того чтобы парфит был сбалансированы нужно иметь как мы начали с тобой и того и сего и третьего ну разумеется да у меня же не все в новотеке конечно даже больше того если бы новотек не существовало я бы все равно нефтегаз инвестировал и возможно купил бы газпром да и мы бы сейчас с тобой обсуждали мою сделку по покупке газпрома но поскольку новотек есть то вот пришедшие вновь деньги я уже в газпром не реинвестировал как я и не реинвестировал дивиденды от газпрома в газпром да я его реинвестировал другие акции вот если говорить о чем что я жду я жду всех годовых отчетов всех эмитентов потому что ну трудновато то есть январь февраль март апрель я еще мог ориентироваться достоверно на 21 год потому что мы все время живем в такой отложенной отчетности вот но когда уже январь 23 на 21 год ориентироваться это уже что-то неправильно поэтому как только эмитент начинает заново публиковать отчетность его начинают обсуждать привет сбер за кольцевыми пешками да примет сбер за кодом газпром вот еще заодно тебе не кажется как говорит сыпунов что все вместе в одном вагоне в районе едем это что сейчас все забили на газпром может в этом не что-то хорошее есть через какой-то период зачарования кажется что газпром не так уж плохо это хороший вопрос потому что газпром в принципе плох только если ты его купил по плохой цене на если мне сегодня предложат купить газпром по одному рублю да я подам продам квартиру и куплю газпром потому что жена приезжает сколько бы газпром не стоил до вряд ли он будет стоить дешевле одного рубля ну как бы любой риск есть просто этого очень маловероятный риск когда газпром стоит сколько он стоит сейчас скажем так сейчас цена более-менее справедливая текущей ситуации с газпром эта ситуация в чем интересны газпром она может улучшиться то есть при определенном развитии событий окажется вдруг что европа вновь покупает российский газ окажется вдруг что ничего не произошло с газопроводом через польшу и через него пошли доходы польская нефтегазовая компания выплатила все долги газпрому газпрома резкие прибыли через украинскую гтс по всем ниткам поперли попер газ по чудо газпром нарастил поставки в европу в четыре раза просто там заключились долгосрочные контракты и газпром сверхприбыль оптимистичный сценарий который не то чтобы невероятен просто к сожалению это политическое событие будет вот сценарий как бы что ничего не происходит то есть никаких улучшений во внешней политике нет означает что постепенно наращиваем постепенно это 35 лет поставки в турцию поставки в эту в китай производим поставки газа опять же через польшу через украину но уже не своего какого-нибудь казахстан азербайджан и все другие страны суть этого какая да то есть гтс есть наши гтс российская она потребляет ресурсы то есть чем-то ее надо занимать ее можно заниматься газом из других стран прям неэффективным реально что-то будет газ и других стран но мы будем за транзит брать деньги такое тоже может быть да и может быть что мы этим сторонам будем ставить наш газ а и газ будет по нашим там газопроводом идти уже европу и так далее да то есть это тоже решение определенного рода проблемы которые можно там по-разному обеспечить третья история это что все плохо газ который добывал газпром заперт в россии и никем не потребляется и он просто в итоге в двадцать третьем году стал в три раза меньше газа добывать три раза меньше газа продавать и должен стоить не 150 рублей а 50 рублей да то есть как бы но тут оказывается что 50 рублей он не будет стоить по другим причинам что вам газпром упал до 50 рублей а тарифы на газ для населения подняли на 40 процентов все и газпром вырос обратно до 150 понимаешь потому что доходы газпрома регулируется государством внутренне и когда крупнейший налогоплательщик вдруг окажется без доходов государства наши к сожалению моему предпримет меры и транслирует доходы газпрома в тарифы для населения вот и все так что не не настолько плохая компания как ее считают но волатильна то есть ее нельзя просто купить и держать особенно с плечами артем и последний вопрос какой вопрос от меня сегодня ждал но я забыл спросить тебя ох так ну вопросы на самом деле сейчас все задают такие вопросы типа что с газом в европе да он там стремительно падает уже куда-то в 600 долларов за кубометр ушел да то есть принципе я ждал что ты тоже задашь вопрос что же случилось и как это повлияет нет но тут понимаешь что тут интересная тема она очень больная вот я смотрю по разным форумом там по форму романа андреева это самая больная сейчас рано цен на газ в америке в европе я даже боюсь ее подымать но давай я коротко скажу учитывая что мы газ европу уже практически не поставляем какая цена на газ европе нас вообще не волнует все что поставляется в европу поставляется по долгосрочным контрактам ну то есть потому что какой-то спг туда все-таки идет весь газ который идет в китай тоже по долгосрочным контрактам и в принципе вот эти все волатильности газа на бирже нас сейчас не вам колонии волнуют тех кто например спекулировал фьючерсами на газ но опять живых таких людей я не знаю но наверное не есть если какой-то актив неожиданно вырос в 10 раз и вы туда пришли его купили будьте уверен он обвалится то есть если кто не научился на биткоине научитесь на фьючерсах на газ ну как бы вся задача нас как аналитиков до пытаться выявить будущие тренды потому что ну что толку обсуждать прошлое ну и что что биткоин там растет уже полтора года давать немедленно покупать это тоже неправильная логика а то что что-то падает полтора года это не повод купить что-то растет полтора года не повод купить да то есть должна быть вот это торговая идея и вот как андрей говорит торговый момент то есть либо там у вас флаг свечка и молоток пересеклись и вы с помощью тех анализа сформулировали идею на покупку вот либо все-таки вы как-то смотрите на макроэкономику делайте общие тренды либо смотрите уже на такую на отчетность компании смотрите отдельно по ним вот то есть что там с газом в европе сегодня он упал до 600 завтра он вырастет до 6000 такое тоже может быть а послезавтра вдруг окажется что за 10 лет средняя цена на газ было там 300 долларов он просто пришел к норме и это вообще нормальная цена на газ чего все волнуется непонятно понятно вот и все понятно понятно но просто люди мне объяснили что как бы спекуляции на фьючерсах особенно товарных особенно после того как цена на нефть уж ходила в отрицательную зону это дело очень опасно и опасно и вот вот так вот но они полезны воду это мягко сказано они полезные рынки самые волатильные рынки в мире есть книга можете почитать они полезны но им это не до конца не объяснили вот все спасибо большое артем хороших выходных да спасибо я вот ты помнишь да что это самое что мы обещали подписчикам в стрим сделать да давай сделаем но на следующей неделе на следующей неделе ты тогда только договорись чтобы не подключили мой ноутбук чтобы не скоро за было нормально все давай спасибо 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 спасибо